Всем привет! Вы на канале тренер Хапаев. Вот напротив меня сидит Оксана. Это соратница из нашей группы, которая приехала на семинар. И сейчас она расскажет о том, что у нее было, что у нее сейчас. И очень важно понять, я вопросы буду наводящие задавать, что после операции проходит, почему она в группе остается, не уходит после операции. Потому что существуют остаточные какие-то проблемы, память мышечная, которая не отпускает еще. И многие, которые не тренируются после операции, они могут еще с палочкой, с тростью ходить до конца жизни. Оксана, напомни, какая была у тебя степень заболевания до операции? Ну, я пришла на операцию с третьей-четвертой степенью. Нога какая, левая и правая? Правая. Правая. А левая нога у тебя была? Левая, ну, где-то вторая степень, да. Вторая. Значит, ты до операции занималась в группе? Да, я именно поэтому вступила в группу. Но началось с того, что у меня болела поясница, и никак врачи не могли определить, поясница это или нога. И я решила вступить в эту группу, потому что в этой группе работают и с поясницей, и с ногой. Это я поняла из Ютуба, и когда я поступила в эту группу, я не ошиблась. Ты не ошиблась? А тебя мучили какие-то ночные боли вот перед вступлением? Или все ровненько было? Нет. У меня уже начинали мучить ночные боли с ногой. И когда ты вступила в группу, как-то этот вопрос был решен? Или боли так и продолжали вплоть до операции? Нет, боли стало меньше, и я почувствовала, что, ну, занимаясь, я могу избежать операции. Я в это очень сильно... Даже так, да? То есть у тебя уже были такие мысли. Но случилось все-таки, что тебе пришлось сделать операцию, и самый главный вопрос, который мучает тех, кто не очень понимают значение физических упражнений, там, до операции, после операции, все-таки. Вот ты сделала операцию, начала нормально ходить, ушли основные боли, которые мучают всех коксов, для чего ты осталась в группе? Ну, во-первых, изначально то, что я, занимаясь с четвертой стадии, без палочки, пришла на операцию. То есть у тебя была четвертая стадия, а ты пришла на своих ногах. Да, и после операции, допустим, соседи очень удивились, и говорят, а что ты у тебя с ногой-то же ходила нормально? Я говорю, ну, мне помогали упражнения, да? То есть без этого просто невозможно жить без упражнений. И я после операции, с первого дня после операции, когда пришла в себя, сразу же стала заниматься ногой, сразу же стала заниматься упражнением, которое мне посоветовал Элег Юрьевич, потому что он уже через это прошел. И у меня произошла очень быстрая реабилитация, то есть я, наверное, через месяц уже могла ходить без всяких костылей. И я продолжала, естественно, заниматься легкими какими-то упражнениями, и я просто не понимаю, как он без этого может. Ну, надо учитывать еще, что ты держишь себя в форме, ну, я имею в виду, ты не разъелась там, да, на фоне стресса, как у некоторых происходит. То есть ты держала себя в форме там, и это помогло тебе малой кровью выйти вот в процессе реабилитации. Несколько слов скажи на сегодняшний день, какие остаточные, ну, давайте я помогу, потому что мы с тобой уже заранее говорили. У тебя появилась боль в колене на другой ноге, на более здоровой появилась боль в ноге. И мы это легко объяснили, потому что ты достаточно много на этой ноге претерпела, то есть она у тебя была как компенсатор, она компенсировала твою больную ногу, ты все время нагрузку уводила на эту ногу. И рано или поздно колено начало давать сбой, там, хорошо, что не бедро, а вот колено, да, ну, ничего хорошего в этом нету, но что-то или стопа, или колено, или бедро должны были заболеть, потому что была большая нагрузка, был стресс, стресс это тоже операция, были там всякие переживания. И еще у тебя поясница, да, надо сказать, что поясница у тебя была изначально еще до болезни, да? Да, ну, у меня там грыжи, протрузии, все дела. Да, да, то есть еще до коксартроза, началом всего, как мы знаем, вот является в большинстве случаев эта поясничная боль. И сейчас они тебя тоже немножко не отпускают, или как? Пока не отпускают, но я хочу сказать, что надо заниматься, я не регулярно занимаюсь, как только я начинаю, как только я начинаю регулярно заниматься, все становится гораздо лучше. И колено, и поясница, и все, это вот от души. Да, то есть, ну, признайся, что у тебя был период после операции, когда ты почувствовала некоторую свободу, перестала... Да, да, уже кажется, ну все, что-то... Да, да, это как бы... Ну, из группы я никогда не выходила, чтобы это выходить-входить, потому что я понимала, что мне нужны эти упражнения, и я, если даже отставала, я смотрела предыдущие какие-то, ну, нужные для меня там. На работу с поясницей, да, я думаю, вот поясницу надо поработать, сегодня мне ноги хочется поработать, мне очень нравится то, что можно пролистать назад, вот, но когда я нагоняю, я прям стараюсь каждый день, потому что здесь есть система, и она очень нужна, она очень помогает. Без системы все-таки ты не знаешь, как правильно, да, когда тебе спину вперед, когда назад, когда какую, ну, какие упражнения для ног, в общем, без группы я не смогу такие системы... Вот, и все, видишь, а ты боялась, давай попрощаемся с нашими зрителями, и все, скажем, всем пока. Всем пока. И живем без боли. Живем без боли. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok